МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты убил ее? Тише. Пошли, быстро. Нужно было только напугать. Она бы все равно заорала. А если не заподозрит что-то? Не понимаю, зачем ее было вообще трогать. Ну, под силкой немецкой. Мало ли ее. У меня что-то не идет. К началу сеанса обещал. Может, вам горячего чайку подлить? Ваш-то остыл небось? Нет, спасибо. Значит, вы племянница? Дочь твоей родной сестры. Из-под Витебска. Где они живете? Да. Тяжело там сейчас? Как и всем. А где остановитесь? Решили уже? Не знаю. Здесь, наверное. Пока на работу не устроюсь. Познакомились уже, да, Олеся? Познакомились. Что ж ты не рассказывал-то, что у тебя родственников так много? Да. Что здесь такого? Все как у всех. Вот племянница приехала в город на работу устраиваться. Не знаю пока, чем ей помочь. Разберемся. А что вы умеете? Слушайте, на бирже-то хоть были? Нет. Да куда ей на бирже-то? На бирже ей нельзя. Смотри, вот, Миша, девка видная. Загребут в Германию сразу. Скажите, а у вас там в этот ресторан или казино можно устроиться? Да, кстати, вроде же искали, где они. Нет? Я не знаю. Я спрошу и… Хотя это дело, наверное, совсем не простое, да? Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, а по-немецки-то вы можете разговаривать? Не могу. Честно говоря, это самое сложное. Я-то когда сама приехала, на же вилки путала. А сейчас ничего, привыкла. Вы не переживайте, я вам помогу, я научу. Вот, спасибо тебе, Галочка. Ну, опять ты мне вручаешь. Девчонки, а может, поесть что-нибудь, а? Так я приготовлю сейчас. Я сейчас. С исполнителем уже познакомились? Да. Хорошо. Это длиннее передадите. Его можно пронести незаметно. Вам все понятно? Мы сделаем все возможное, чтобы свести ее с Краубы, но если она попадет в плен… Она не попадет в плен. Почему раньше не приходили? Она приходила, но не было вакансий. У меня нет больше вопросов. Фрау Памазан, ознакомьте ее с нашим заведением. Натерли. Конечно. Ну, вот здесь у нас кухня. Молодец, хорошо держалась. Не надо было только этому немцу улыбаться. Сергей сказал, что понравиться надо. Немцы у вас, наверное, тут… Нет. Здесь у нас просто ресторан. А так, каждый решает сам за себя. Если что, офицерское общежитие наверху. Яков тебе, наверное, говорил? Кто? Яков Николаевич. Это кто? А ты чем в деревне занималась? Да, как и все. А Сергей? А что Сергей? Он с вами жал? Ну, он же кино в городе показывал. Спасибо. Нема за что. До свидания. За побоченье. А теперь но! Но! Они боятся все. Там еще двое осталось. Арон и Веня. Мы учились вместе. Сказали, что лучше так переждем, пока работаем, нас не убьют. Вы ешьте. А ему нельзя. Он еврей. Извините. Глупости. Вообще-то меня Мишей зовут. Это только родные Моисей. Вообще, сказали, что есть кто-то, кто с партизанами связан. Но кто неизвестно. Людей много новых. Все боятся. А другой слух, что партизаны наших из гетто убивают. За что? За то, что еврей. Ерунда какая-то. Ну как прошло? Удачно? Да прошло вроде. Только про эту официантку убитую спрашивали. Как убитую? Егор? Мария Андреевна. Там рядом патруль была. Она бы кричать начала. А по уму, так и помазан эту припугнуть надо. Помолчи, Егор. С ней Миша будет работать. Голодная? Есть хочешь? Нет. Мы с этой помазан поели. Понятно. И как она тебе показалась? Баба как баба. Боится всего. За мужика своего боится. Он видать тот еще подонок. Работа как? Понятная. Пару дней поулыбаться можно. Обращаться умеешь? Стрелять только в Краубе. И только, когда наверняка. Ты понимаешь, что если… Понимаю. Пойду спать хочется. А как она уйдет обратно? У нас в гетто девушка одна была. С медицинского. Так она, не дожидаясь своей очереди, повесилась. Полиция, говорили, это единственный человек с такой силой воли. Остальные… Стадо баранов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что стоишь, заказ неси. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Ты забрала? Я. Отдай! У меня его нет. Они... Они маму повесили. А эти брата забрали. Ты знаешь, что они со мной делали? Ты знаешь, что со мной было? Я не хочу больше жить. А я хочу. Я тебя прошу, отдай пистолет. Я все равно его убью. У меня его нет. Без поражения не бывает побед. За успех новой операции на Кавказе. Уверен, вскоре мы получим оттуда хорошие новости. За рейх. За фюрера. За новые успехи. За победу. Отдай мне пистолет! Я прошу тебя! Да-да-да! Так. Что случилось? В чем дело? Эта девушка воровка, я ее тут застала. Очень жаль. Ну, пусть она вернет то, что украла. И убирается. Нам воры не нужны. Вывести. Пошли. Иди. Иди. Что случилось? Новую официантку застали при попытке кражи. Очень прискорбно это слышать. Кто же ее застал? Бдительность фрау Галины не позволила воровке уронить честь нашего заведения. Ах, так это вы. И как же вам это удалось? Просто неприятный случай. Мое почтение. Благодарю. С местным персоналом вечно проблемы. То они воруют, то их вербуют. Когда же, наконец, мы будем здесь как дома? Но заметьте, господин Краубе, что эта женщина – редкое и приятное исключение. Да, пожалуй, приятное. Не дело, что такая редкость тут пропадает. Пожалуй, я возьму ее на работу к себе в дом. Устал, знаете ли, следить за своей чередью. Но с приездом фрау Аниты вы можете не беспокоиться об этом. Да, Клаус. Не знаете, я буду признателен, если вы представите ее Аните. После всех этих сплетен она с подозрением смотрит на любую особо женского пола рядом со мной. Понимаю, господин Гаулейтер. Значит, вы работаете в казино? Да, фрау Краубе. Я официантка. А скажите, мой муж часто бывал в вашем заведении? Простите, госпожа, мой немецкий пока не очень хорош. Вы спросили? Я спросила, часто ли мой муж бывал в казино с девками. Господин Гаулейтер принимал у нас гостей. С ним не было женщин. Официантка, обслуживающая офицеров. Я ищу служанку детям, а не любовницу мужу. Простите. Я не совсем поняла, что вы сказали. Вы все поняли. Фрау Галина, оставьте нас на пару минут. Она аккуратно и старательно знает язык. Ее неоднократно проверяли. Я видела, как она смотрела на вас при каждом моем вопросе. Что за заговор между ней, вами и моим мужем? Она просто растерялась. Она видит вас впервые. Ну, конечно. Зато хорошо знает вас и моего мужа. Хорошо. Видите эти часы? Они раньше принадлежали главному местному комиссару. Она раньше обслуживала самых важных комиссаров большевиков, а теперь будет подавать на стол вам. Вы хотите сказать, что она вроде трофея? Да, трофей, который ваш муж принес с войны. Вы странные существа, мужчины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сережа! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Серёжа! Серёжа! Серёжа? Яков Николаевич! Играет музыка. Как же это? Всё хорошо. Всё в порядке. Помоги встать. А я не могу. Может, людей позвать, а? Играет музыка. На выставку её спать. Во всём виноваты. Дай я хоть гляну, что там у тебя. Да ерунда. Он не хотел меня убивать. Надо смыть что-то. А как тогда идти? Можешь за водой избегать, а? Там на улице колонка есть. Кстати, сейчас надо водой промыть, а потом спиртом. Сейчас, погоди. Вода здесь. Пистолет-то где? Выбросила где-то. Не помню где. Откуда она тебя? Олеся твоей взяла. Что ты сделала-то? А где она? Она жива вообще? Да что с ней сделается? С Олесь-то своей. Выбили её. А пистолет я забрала, когда никто не видел. Рубашку тоже надо снять. Но стреляла ты зачем? Я испугалась. О господи. Там в тумбочке. Посмотри, там есть тетя Бинт. Сейчас. Сейчас больно будет? Да ничего мне работать. Вон сеанс через полчаса. А если бы тебя убили? Да нет. Это не так. Пугали просто. А Олеся? А что Олеся? Олеся их человек. Ты им помешала, и они этого не простят. Чего они меня не простят? Что я помешала? Да кто эти люди? Наши. Партизаны. Ты с ними? Они мне помогли уйти от немцев. Сделали документы. На работу сюда устроили. Так что теперь счета я. Весь их. Почему же он напал на тебя? Я задание не выполню. Ты прости, я всего тебе не могу рассказать. С самого начала я не хотел тебя вмешивать во все это. Мы теперь они тебя видели. Могут пойти на все. Это что же получается все из-за меня? Что делать теперь? Не знаю. Слушай, а может в полицию обратиться? В какую полицию? Что мы им скажем? Что я красный командир, коммунист. И что мне мстят партизаны. Смешно. Что же это такое? То немцев все боялись. Теперь партизаны. Но ведь они же свои. Почему от них приходится защищаться? Где на них управу найти? Я не понимаю. Война теперь всему права. Слушай, а давай я пойду и поговорю с ними. Куда? Куда ты пойдешь? Я пойду к партизанам. Бесстрашная ты моя. Тебе не к партизанам, тебе от них нужно. С ними я сам разберусь. А от них это куда? Ну, это я так. Слово. Не бери в голову. Все будет хорошо. Их ты. Не бери в голову. Я тебя люблю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь никого. И тут никого. И тут тоже. И здесь нет. Ага. М-м-м. М-м-м. Хопа! М-м-м. М-м. 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 Поведитесь, фрау Галина. Вы поедете со мной. Добрый день, господин Краубе. Полагаю, вы не возражаете? Субтитры создавал DimaTorzok Не бог весть, какие сокровища. Здесь когда-то был театр. Здесь бы играть драмы и трагедии. К сожалению, пока пришлось устроить склад реквизированных вещей. Я читала вашу пьесу, господин Гауляйтер. Интересно, какую? Это было про Древний Рим. Понравилось? Я не все поняла. Это о том, что легче покорить Рим, чем сердце римлянки. Надо будет адаптировать ее для постановки в этом театре. А что значит реквизированные вещи, господин Краубе? Вещи, отобранные у евреев. Что они тут делают? Меняют проводку. Старая никуда не годится. Не надо беспокоиться. Мы просто восстанавливаем справедливость. Их мало, но владеют они многим. Непропорционально большим, чем следовало бы. В Новом Рейхе они займут подобающее им место. Не думайте об этом. Сегодня вы должны выйти отсюда в новом платье. И еще одну взять на смену. Это приказ. Спасибо, господин Гауляйтер. Не буду смущать вас своим дальнейшим присутствием. Фрау Мозер поможет вам выбрать все, что может потребоваться молодой красивой женщине. Завтра я смогу оценить ваш выбор. Сейчас я должен вас покинуть. Фрау Галину будет ждать машина. Всего доброго. Синее? Нет. Этот цвет не подходит. Красное. Нужно красное платье. Вот. Вам нравится? А как это? Вижу, оно вам тоже нравится. Вот. Какая прелесть. И эту шляпку. Давайте примерим. Раздевайтесь. Это не должно вас смущать. Если вы хотите стать настоящей госпожой, слуг не стоит воспринимать как людей. Ладно. Переоденьтесь там. Неплохо. Не пойму, платье украшает вас. Или вы его. Нужно что-нибудь из теплых вещей. Ну как, нравится? Думаю, нам следует подобрать вам еще украшения, чтобы господин Караоба остался доволен. Вот теперь вы великолепны. Нет. Это слишком дорого. Вас не должно это беспокоить. Впрочем, как знаете. Ну тогда, может, какой-нибудь подарок для друга. Например, часы. Не скрывайте. У такой красивой женщины обязательно должен быть тайный любовник. Не знаю, кто он, поэтому выберите сами. Неплохой выбор. Надеюсь, ваш друг оценит это. Вот эти часы. Здесь надо записать. Хотя, вам не нужно расписываться. Субтитры сделал DimaTorzok До свидания. Большое спасибо. Спасибо. Я услышал, вы направляетесь в Россию, и немедленно выехал следом. К чему такое усердие, граф Калиостро? Ну, а как же до него добраться? Можно действовать через эту... Камазан. В доме Гравба работает еще много других людей. Она у нас уже есть. Она тебе верит. Ну, слушай, она просто женщина. А курицу не убьет. Да что ж ты мне про эту курицу? Я людей теряю, понимаешь? А ты тут живешь и рассуждаешь, как предатель. Это не так. В отряде это расценят именно так. Ты забыл, что положено военнопленным и членам их семей? 270-й приказ, помнишь? Тебя расстрелять могли, а они помогли. Забыл, зачем ты здесь? Здесь потому, что не могу добраться до фронта. Это и есть фронт. Из этого зла несуществование товарища Приваева вообще бессмысленно. Ты живешь здесь, как эта помазан. Немцев фильмом развлекаешь. Ладно, я солдат, но она... Она же просто пытается выжить. Ей ничего не угрожает. А вот тебе надо доказать, что ты не враг. А по-моему, тебе даже нравится это задание. Ну что, в тебя влюбилась? Маш, ну почему даже тебе я должен что-то доказывать? Да не надо мне ничего доказывать. Просто сделай, что я прошу. Вы выполни приказ. Куда прешь? Извините, фройлен. Извините. Могу я вам помочь? Ты такое защищаешь, что я даже не знаю. ты самый родной мне человек. Я все сделаю, Маша. МАРА blo Знаешь или вы? Я ехаю, но я не знаю. Марен. КОНЕЦ КОНЕЦ – Здравствуйте. – Здравствуйте. КОНЕЦ Здравствуйте. Мария Андреевна, это я, Силантьев. Андрей… Фу напугал. Не подумал. Свет не зажигает, чтобы соседи не заметили. Так дверь-то закрыта. А тут здрасте вам. Ты как сюда пролез? Стенку в погребе у вас разобрал. Да там три доски я потом починал. Ну, чай. Ты где пропадал? В деревне отлеживался. Мост один взрывали. Надо было фитера разложиться. Да это ерунда. Только пальцы пока пошевелить не могу. А Василе вообще не повезло. Как там в отряде? Ругают меня, наверное. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто там? Галина это. Кто? Бумазан, открывай. Войду. Оставь нас в покое. Ты как меня нашла? Да я все про тебя знаю. Кто ты? Кем была? Где живешь? Что вы задумываете? Не трогай, Сергей. Поняла? Так ты по делу, как я посмотрю. Ну, заходи. Договариваться будем. О чем нам с тобой договариваться? Ты хоть поняла, с кем ты связалась? С кем? С подавалкой немецкой? И дезертиром, который за юбку бабскую прячется? Только тронь его. Я немцам тебя сдам. Сдашь меня, а я его. И то, что он не Порываев вовсе. И то, что коммунист. Бывший политрук. Из плена сбежал, ты знала. И прятала его у себя. Представляешь, что тебе за это будет? О сестре твоей. О Сереженьке твоему. Так... Вы же своих-то не выдаёте вроде. А кто мне свой? Ты, что ли? Серёженька твоя. Пусть выполнит задание. Убьёт Краубе. Докажет, что он не предатель. Иначе под расстрел пойдёт. За то, что врагу сдался. Поняла? Всё бы вам только стрелять. Что же вы за люди-то такие? Враг должен быть уничтожен. Слышала такой приказ? Какие же мы враги-то? Значит так. Сделаешь? Как я скажу. Нет. Как я скажу. И он. И я. Мы оба потом должны остаться живы. Этого вам никто гарантировать не может. Нет. Так можно сделать. В Краубе стрелять нельзя. Там охраны полно. Убьют же сразу. Так не будет. Достанешь план. Схемы. Режим охраны. Ну где какие охранники, когда они меняются. Остальное не твоего ума дело. Только его не трогайте. Я прошу. Я Христом Богом тебя прошу. Не трогай его. Иди. Делай, что тебе говорят. А ты меня за что так ненавидишь? Ты падаль. Не поднимут тебя. Ты изгниешь. Она нам нужна? Да. Дверь закрой. Она у Краубы работает. Нянчит его детей. Ух ты. Вот это удача. Рано радоваться. А если б ты знала, чего мне это стоило? Ну лихого ее, Марья Андерна. Главное, чтоб выполнила. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Эй, ну-ка, убирайтесь отсюда! Продукты привезли. Извините, господин Гауляйтер. А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова